здравствуйте друзья сегодня вы узнаете об америке правду ту правду которую вы всегда хотели знать но которая вам никто никогда не говорил я сделаю это сегодня и вы в первый раз все узнаете но мы не будем так знаете за 10 секунд а я подведу вас к этой теме есть пару слов которые нужно сказать я все время наблюдал за таким странным на мой взгляд явлением когда толпы людей толпы большие массы людей внимательнейшим образом слушают и как бы сказать не просто слушают но всерьез задумываются и рассматривают и применяют к себе рассуждение о чем-то людей которые патологически не в курсе темы не в курсе вопроса и так далее то есть вот выходит человек и говорит я вот вам расскажу про америку этот человек может вообще не жить в америке его слушают если он пересек границу однажды в допустим был там тур поездки его слушать еще больше народу и и доверяют ему больше если он в нелегалке тут пару месяцев или там даже пару лет значит ну помучился так можно сказать радостно то это просто это уже он знает все он знает всю подноготную он знает как есть кто вас научит стать богатым вот посмотрите кто рассказывает о том как стать богатым бедные люди не просто бедные нищие абсолютно и нищие люди с невероятным энтузиазмом рассказывают как разбогатеть какие акции покупать в какие там криптовалюты инвестировать что будет через пять лет через три года когда будет кризис какой глубины значит как заработать на этом деньги и так далее и так далее то есть какое-то чудовищное количество абсолютно нищих карманом людей я уже не говорю про там другие места вот но карманом то есть и вот толпы народа слушают нищего как разбогатеть там я не знаю толпы там людей хоть которые хотят быть чистыми слушают преступника чуть и батюшку не послушать нет вот они преступника слушают о том как жить честно или родину любить значит и вот я два чё так это почему пучи почему так вот то есть казалось бы человек который вчера в америку приехал он сейчас идет и рассказывает вообще как инвестировать как строить жизнь какие профессии осваивать то есть весь круг вопросов которым он не прикоснулся никак и ничем ну хорошо ты можешь пойти там поснимать в сейфе ты можешь рассказать как снимать квартиру ты можешь рассказать как покупал машину это очень интересно это здорово там или вот лёша из миннесоты да вот он показывает как он на стройке работает обалдеть я вот сам тоже смотрю я вроде не оторваться понимаете то есть есть люди которые там пару лет стране но но что тот он рассказывает с чем имеют дело непосредственно этот совершенно другой разговор но вот эти понимаете вот эти которые два года в стране и все что они узнали о ней и вот это открытие которое они несут что в стране есть сити колледж понимаете американцы же не знают они тупые этим пользуются проходимцы вот типами шпортного которые берут какие-то деньги за какое-то свое там обучение то время как есть сити колледж понимаете вот такая скрытая возможность в америке два года в стране не заработка ничего пойти и вот и вот эти вот их слушать помать ведь там десятки тысяч подписчиков они комментарии пишут вот наконец-то правда вот это что происходит вообще надо сказать что если мы вернемся еще в тридцатые годы в книжке ильфа и петрова одноэтажная америкам по моему это не в самой книжке а в записках там к этому делу записных книжках ильфа и петрова там была такая фраза америка страна непуганных дураков непуганных понимаете непуганных люди живут они непуганны про там россиянина или там широком смысле до жителя бывшего там ссср такого сказать нельзя уж такого пуганного как он вообще хрен где найдешь поэтому он пуганный он не верит на слово никому а он не доверяет он знает что его обманули или обманут или если уже вообще понять нельзя где обманут то это уже такой не то чтобы он честный да если непонятно где обманет а это уже такой проходимец что уже блин даже непонятно где обманет то есть он как бы не против что обманут но чуть-чуть но но даже непонятно где и вот он ходит он мнительный он мнительный он подозрительный он платит за это чудовищную сумму чудовищные таскать маска деньги но шире чем деньги это это образ жизни это стиль там это конечно ты не хочешь об тебя надуривали на каждом углу это тоже отдельно это отдельно ну вот вот эта мнительность и подозрительность так и такие они уже как бы там генетически и вот он ищет где подвох он смотрит там youtube да он видит людей он говорит где подвох где подвох вот как про америку хорошо рассказал где подвох что он скрыл где тот недостаток который значит ну меня потом ударит вот я приеду да а меня жах а они все скрывают а я хочу стать заранее где что чего и так далее и тут мы упираемся в некоторые я бы сказал такую философскую концепцию из теории успеха я бы так сказал вот если рассуждать о том почему одни люди успешны а другие люди нет вот есть там одна такая фишечка которая сейчас поговорим это фишечка состоит в том что что первично путь вот как как именно вот мы придем к цели или сама по себе цель вот допустим если у меня цель есть то путь найдется говорят люди которые успешны успешный чек всегда находит путь потому что путь меняется он пошел по одному что-то не получилось он перешел перри перескочил перепрыгнул там и так далее у него есть цель и я иногда вот своими словами я когда говорю что вот когда люди боятся там наступить там в какашку я говорю когда у тебя цель когда ты смотришь на эту цель когда ты видишь ее тебе уже дорога не имеет никакого значения для тебя не имеет ты ты идешь чем выше цель тем больше ты придешь к этой цели весь в дерьме ты наступишь там и свалишься тут и тебя подставят ножку здесь и это уже не важно но ты видишь цель ты идешь ты вообще внимание на эту ерунду не обращаешь потому что у тебя есть цель когда у тебя цели нет тут ее никогда не достигнет тебе нечего достигать нет цели а все что у тебя есть у тебя есть путь и вот ты начинаешь на этом пути значит смотреть ага что вот тут а что вот тут а какого числа а сколько мне это будет стоить а нет ли подешевле а если срезать углы а если вот тут а мне это не нравится а цель ушла я это вижу каждый день почти с нашими студентами потому что с моей точки зрения у них есть цель и это цель поменять профессию начать хорошо зарабатывать это или большая светлая цель и большинство из них так и собственно и понимают но если люди которые хотят вот сегодня выгодят вот тут и копейки он за это три рубля заплатит через неделю через месяц через год но он сегодня хочет вот эти три копейки для него это вот это становится целью и тогда дальше у него будущего нет у него все что у него есть у него сегодня 3 копейки а завтра три рубля у него нет и не будет никогда и это он в себе несет это не то что ему повесили ему кто-то это навязал это он такой какой он есть в отношении этой цели может быть он в отношении других целей совершенно замечательный так сказать достигатель цели но вот тут у него вот так и вот люди они сидят они смотрят в каком окошечке там визу получают в какой кофточки значит вот пойти кто и которая в той кофточке или этой которая в той кофточке поэтому тебя форумные дискуссии так припоминаю я раньше активно читал сейчас сейчас меньше на форуме говорим про вес там много-много всяких дискуссий вот они идут они уже знают он едет в варшаву там получать визу он знает в каком отеле она становится через какую площадь надо перейти значит в какой кофточке сидит женщина который надо подходить какой не подходи хотя не такие дотошны они все я не хочу сказать что обязательно из этого следует что он цели не видит я я не хочу этого сказать но но очень часто это имеет место быть я видел людей которые рвались в америку вы себе представить не можете как они рвались как они мечтали как они там плевались во все что у них там вокруг не сейчас и в итоге они приезжали там полгода он возвращается обратно у него цели это не было у него был путь он не понимал зачем ехал если бы он понимал зачем он едет он бы не спрашивал себя что мне дадут там через три дня после приезда он бы спрашивал себя что со мной будет через пять лет очередь я уже не говорю про 10 или про 15 этого это вообще не несопоставимо но хотя бы там через пять лет после того как я приехал до что что со мной будет тут и что со мной станет будет если я это мысль редкая сегодня и вот люди слушают а что вот ты и что ты целый год и что а там у тебя было это это и это и они даже не понимают вот так же как они смотрят на меня и говорят вот раньше у тебя был здоровый вид на такая хари была а сейчас у тебя больной ты постарел на 10 лет а я с инсулина сошел датчиков колоть 40 кубиков инсулина каждый день а я больше не колю понимаете но это я знаю они эксперты по здоровью они смотрят они говорят и вот этот вот вот весь этот мир значит если у тебя есть цель ты сосредоточен на цели и ты найдешь способ иммиграции допустим если цель иммигрировать и найдешь способ иммигрировать если у тебя цель иммигрировать так чтобы тут сэкономить там не повредить здесь не оказаться в каком-то положении а там еще что-то 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 и вот именно тебе вот этот путь важен в шансы что ты иммигрируешь крайне малы мы когда видим людей выигрывающих green card лотерею удивительно дело выигрывают как правило люди которые между делом сыграли то есть они не ходили по форумам они не тряслись каждый день они не собирали информацию как как тут и как там а как здесь а как сан-диего а как филадельфии а может быть тампа-флорида а может быть сакраменто а может быть светл а как тут а как здесь а какая погода а как с работой а а я вот по ремонту холодильников как по ремонту холодильников в городе феникс аризона понимаете вот без этого всего вот не они выигрывают а выигрывают вот те кто просто там себе сыграл потому что путь и цель кардинально разные вещи многие люди сыграли и не поехали никуда их тысячи потому что у него не было цели он так между делом но но когда до него дошло что он выиграл он начинает соображать у него появляется цель те у кого цель она такая острая насущная и так далее они ищут другие пути они находят другие пути иммиграции боже боже ты мой вот уж действительно кроме лотереи у нас путей не но мы говорим об америке мы говорим о том какая она где правда об америке и тут интересная такая знаете правда помните в сказке в русской во многих русских сказках подходит путник к избушке на курьих ножках данном случае это будет америка вот он подходит к этой избушке на курьих ножках и говорит повернись к лесу задом избушка избушка повернись к лесу задом а ко мне передом вот и америка она такая как эта избушка вот ты к ней пришел вот ты пришел и она к тебе повернется или не повернется или задом или передом или боком или там каким-то другим местом пяткой там бицепсом и тогда вот какой то есть вот 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 тема на к тебе и повернется если у тебя есть цель если ты говоришь я все преодолею у меня дети у меня там я не знаю образование я хочу прожить хорошую счастливую жизнь я хочу что-то сделать для других людей и так далее тогда я готов пахать как пчелка и вдруг эта америка разворачивается к тебе и ты обалдеваешь от нее понимаете просто тебя сносит башку а если твоя цель совсем другая если твоя цель поиметь изловчиться схитрить отвалить понимаете растопыриться обгадить кого-то и так далее ты получишь свою америку она повернется к тебе вот тем самым боком который твой бог и все что ты получишь это то что ты заслужил то за что ты поработал до постарался вот то как поработал как постарался все получишь я пытаюсь так по ходу дела вспоминать какие-то знаете аллегорические вещи вот помните там это как кашу-малашу там я дословно уже не помню этой байки но ты воду на там ты хлеб носил там что-то мне тесто месил воду носил дрова рубил то вот тебе каша а ты дров не на дров не рубил значит кашу не месил что-то там еще больше не дел а тебе шиш с маслом даже без масла просто шиш вот и вот это америка и она твоя будешь дрова рубить кашу месить будет те каш хорошая половником с маслом с икрой там с чем тебе с чем тебе хочется вот всего полно ты придешь и ты возьмешь вот то что твое все за все заберешь все получишь никто тянет не попытается забрать то что твое еще раз вот все люди которых вы видите и все люди которых вы не видите все люди которые и и вы сами да в первую очередь вот все что вы заслужили вы все получите в полном в полном объеме на всю катушку и это и есть правда об америке правда об америке начинается с правды о себе самом о себе самом что ты за человек кто ты есть какие у тебя цели хочешь ли только получать или ты хочешь давать есть люди которые радуются от того что дают другим вы смотрите на них и говорите это жулик это проходимец не может человек радоваться от того что делится с другими нормальный чек так не может нормальный чек он должна схапать что-нибудь и под одеялом сожрать под одеялом чтобы никто не видел чтобы не завидовал никто вы кто вы любите делиться или вы любите под одеялом свою пайку слов вот собственно и все и в той стране вы живете в этой вы стране живете То, как вы живете То, каким боком вам эта страна поворачивается Это то, кто вы есть Конечно, страны-то разные И вот то, кто вы есть Зачастую, к сожалению, друзья К сожалению, к великому Надо поехать в другую страну Где говорят люди непонятной культуры Где они говорят на другом языке Живут люди другой культуры Говорят на непонятном языке И надо освоить культуру И надо выучиться языку И так далее, и так далее Потому что вот эта страна, которой ты не родился Ты в ней пригодился Она к тебе повернулась твоим боком А та страна, в которой ты живешь У нее и бока такого нет, чтобы тебе этим боком повернуться Ты ей говоришь, повернись ко мне передом Она поворачивается к тебе задом И еще пендаль тебе делает так назад Жах тебе, как лошадь копытом Понимаете? И вам приходится выбирать Поэтому Вот вам правда про Америку И еще раз Правда про Америку Правда про Россию Правда про Австралию Или Новую Зеландию Начинается с правды про себя Вот когда вы поймете, кто вы И что вы готовы дать И что вы хотите получить Вот тогда И станет примерно понятно Какая там Америка Какая там иммиграция Какая вообще жизнь вокруг Чехии, Кипр, там, я не знаю, Италия И так далее Вот, собственно, и все Поэтому, друзья Я надеюсь, что я сдержал свое обещание И я рассказал вам про Америку Ту правду Которую вам никто еще не говорил А вот впереди идет красивая девушка Это девушка из Портнов Компьютер Скул Но это, друзья, правда Про Портнов Компьютер Скул Я вам даже ее не показываю Эту правду Потому что вы тогда скажете Что я вас мотивирую эмигрировать Нет А вот я пойду сам И скажу красивой девушке Здравствуйте Вот А вам я говорю счастливо